Прежде всего, нужно, конечно, ознакомиться с требованиями журналов в отношении того, что автор предлагает. Многие журналы требуют, чтобы автор специальную форму подписывал, говорил о том, что да, я, хоть и соавтор, я за себя высказываю согласие на публикацию. Почему? Потому что иногда бывает так, что через год или через два кто-то из авторов говорит, я вообще не давал разрешения на публикацию, я хочу, чтобы мое имя не стояло в этой публикации. И Пабмед такого сделать не может, поэтому они предохраняются и проходишь процедуру, где ты явно выражаешь свое согласие. Поэтому журналы в том или ином виде ищут гарантию, проверяют согласие каждого с автора. Потому что касается различных профилей журналов, есть очень много разных. Один посвящен тезисам, будь то это единый текст или иногда с разделением на цели задачи исследования, материалы, источники, другие разделы. Да, в некоторых журналах тезис это просто единый текст без внутренних подразделений. А в том, что касается таблиц и рисунков, да, может быть ограничение по числу, по длине вашего тезиса. Опять же, вам нужно быть знакомым с этим требованиями и обязательно их выполнять, чтобы не быть отклоненным по формальным параметрам. В том, что касается отсылок, ссылок, да, есть две принципиальных системы. Первая, когда вы используете номера в квадратных скобках и затем у вас есть список ссылок в конце, да, где эти цифры расшифрованы. Другие журналы, наподобие того, в котором я работаю, мы используем фамилию автора, да, в круглых скобках. Мы, например, пишем Иванов и Др, такой-то год, да. Пунктуация во всех этих местах важна. У нас, например, по алфавиту составляется список источников и литературы, где-то по цифрам, как я уже говорил. И действительно придираются люди к тому, как вы это оформляете, к пунктуации. Почему? Потому что когда вы издаете статью, что происходит, да, мы изначально работаем с вордовским файлом, который переносится, да, затем в какой-то софт, в какую-то программу для уже составления макета для печати, да, Индизайн, например, мы используем. Нам нужна, главное, последовательность, да, чтобы все было единообразно. Многие журналы советуют использовать программу AdNote, которая позволяет легко переоформлять ваш стиль оформления статьи, да, потому что, например, какой-то журнал вам отказал, и вы быстренько автоматически в AdNote ссылки свои переоформили и отправили в другой журнал без ручной работы. И, конечно, нужно посмотреть на журнал, как он выглядит, да, чтобы вы понимали, чего от вас ждут. И, конечно, просчитать требования для авторов. Почему? Потому что никто не хочет получить отказ по формальным критериям. Да, у вас там запятые вопросы есть на данный момент? Нет? Что вот запятые там стоят? Я понимаю, что у вас, скорее всего, уже большой опыт в публикациях, и наверняка никто вам не отказывает, да? Вот есть кто-то очень уверенный в зале. Поздравляю вас с такой публикационной карьерой. И в течение следующего, следующих часа или 30 минут, сколько у меня там есть времени, я тогда более, больше сфокусируюсь на том, чем отличается английский научных журналов, английских статей. И затем у нас будет небольшое практическое занятие. Я думаю так, что я сяду на месте модератора, подключусь, чтобы мы могли, чтобы я мог проецировать на экран, чтобы мы вместе с вами могли проработать статью, сделать ее скелет. Одну, может быть, две, посмотрим. В общем, мы будем экспериментально работать во второй части нашего занятия. С какой-то точки зрения английский – это самый простой язык. Да я вот еще ребенком его выучил и никаких трудностей не испытывал, например. Однако есть парочка буквально мелочей, которые доставляют неприятности. Что это, да, в английском? Очень большой словарный запас, у него много есть альтернатив для того или другого слова, да. История языка влияет. Немного поговорим о грамматике, поговорим об артиклях, которых нет в русском. И во многих-многих языках, в японском, китайском, например, да. И это очень действительно характерная черта английского языка. И она требует много внимания. Затем немного поговорим о связях, о том, как мы соединяем различные части текста. Мы уже немного говорили об этом вчера, и в каждом разделе, как я вам говорил, есть схема, которая связывает логические разделы нашего текста. Да, и, конечно, мы используем специальные элементы английского языка, чтобы это сделать. До 1066 года, да, до прихода Вильгельма Завоевателя из Нормандии на английскую землю, да, он был просто германским языком. Затем было огромное французское влияние, затем большие заимствования из латыни, греческого и так далее. В этом смысле, по происхождению, английский язык действительно результат сращивания целого ряда влияний. Да, вот я здесь привожу примеры, да, например, как разные приставки для одного значения используются разные приставки, например, да. Ну, много различных префиксов и суффиков, которые могут изменить значение слова. Что касается словарного состава, да, то мы, конечно, не пользуемся разговорным языком в научных статьях, да. Мы считаем, что есть вот некоторые регистры языка, которые больше подходят для научного. Да, мы, например, никогда не говорим before, мы говорим приветствую или preceding, да, как будто это длинное слово, да, более серьезное слово, да, вместо during говорим concomitant with, simultaneous with, да. Это вот наукообразные такие слова-зазнаек на ученых, которые хотят выглядеть более серьезно, да. Это важно на самом деле, потому что эти слова описывают связи между явлениями, да, и эти служебные слова должны быть очень точными в значении. В этом еще отличие от разговорных стиле. Пространственные отношения, описывающие отношения в пространстве, да. Мы говорим вместо space, мы говорим spatial, spatial, да, еще другое специальное слово. Вместо рядышком мы говорим, вместо не говорим adjacent и так далее. Вместо fa говорим distant. Однако самым главным, одним из важнейших элементов, да, является писание концептуальных отношений. И, опять же, вот эти все слова, которые я перечислил, они говорят о причинно-следственных отношениях, да. А справа у меня список слов типа however, которые указывают на противоречие. Мы очень часто используем эти слова во время дискуссии, да, и очень часто имеют место такие построения, как вот до этого места я согласен, а здесь начинается новое, или здесь начинается противоречие. И вот эти слова, опять же, более частотные в научном стиле. Для сравнений, опять же, научный текст требует более большей точности. И в том, что касается вероятности, вот здесь я построил шаги от уверенности до максимальной неуверенности, да. И такие схемы позволяют нам выбрать максимально точное слово, да. По частоте, дальше такая же лесенка, по размеру, приемлемости и ясности. Я все слайды вам в любом случае отдам, поэтому не обязательно фотографировать. И я надеюсь, что кто-то может сделать российскую версию и даже для вот этого сложного слова конфаундинга, отягощения, мы найдем какое-то более точное определение. Теперь, наибольшая вариативность в научном лексиконе наблюдается для слов, означающих исследование, да, познание. Как мы видим, очень много глаголов здесь, да. Есть целый ряд альтернатив. Можно говорить безлично, это левая колонка, да, лично, что кто-то что-то сделал, да, в серединке, да. Или можно поставить объект в центр, да, это правая колонка, да. Я вот в одном абзаце, например, стараюсь не использовать одно и то же слово с этим значением, да. Я стараюсь освежить просто свой язык, сделать его интереснее и себя, и для читателя, если бы я писал по-русски. Слава Богу, мне не приходится писать по-русски. Но я пытался сделать бы то же самое, да. Мы хотим и свой язык расширять, но... Мы хотим, чтобы наш активный словарь расширялся, да, чтобы жизнь и процесс чтения был более интересным. Очень часто в науке говорят о влиянии, о результатах. Что-то повышается, что-то понижается, что-то к чему-то приводит. Вот, да, есть у меня список внизу, очень часто в исследовательских текстах это используется. И, опять же, здесь большое разнообразие, да, и нужно быть знакомым с широким репертуаром слов в этой области. Короткий курс, который я читаю здесь, мы, на самом деле, сделали книжкой, на самом деле. У меня есть PDF, я дам PDF Антону, чтобы все могли с ним познакомиться. И часть этого буклета – это книжечки, это такой мини-научный словарик, в котором слова... Да, никто не говорит «стул», никто не говорит «волос», никто не говорит «книга», да, простые слова. А наоборот, используются слова вроде «ideal, perfect, optimal», да, «identity» и так далее. Вот, довольно сложные наукообразные латинизмы здесь приведены в списке левом. И в этом словарике мы добавляем синонимы, да, другие слова, которые можно использовать на замену этим. И также показываем антонимы, слова с противоположным значением. Для того, чтобы у нас было более интерактивное общение, чтобы наша способность использовать научный язык совершенствовалась. Это производит хорошее впечатление на тех, кто оценивает вашу публикацию. Почему? Потому что люди судят вас по языку, это правильно, как и по-русски. Не очень понятен русский пример, извините, достаточно. Так и здесь, да, мы предлагаем замены каких-то разговорных слов и подчеркиваем частые ошибки. Что касается грамматики, есть несколько моментов, которые... Да, ну, начнем с артиклей. Артикли — это, конечно, шик. Они очень облегчают нам жизнь. Да, я тут скажу вот эту фразу, да, и у меня стул с определенным артиклем, да. Который, вот видите, там, я скажу, вот тот вот стул, простите, стул, который вот там-то стоит, да, он пустует, да. Вот он действительно добавляет определенности, и он поэтому называется определенный. Да, если я скажу вот эту фразу с неопределенным артиклем. Грамматически это корректно, хотя не так часто именно этот пример используется. Поскольку я ученый, биолог, то вот у меня пример такой. Реагент был помещен в емкость и проанализирован по установленному методике с помощью компьютера. Да, и вот вначале у нас здесь идет этот реагент, и он стоит с неопределенным артиклем, но часто это вызывает сомнения у неносителей языка. Есть простой способ избежать этой проблемы — это использовать множественное число. Почему? Потому что у нас во множественном числе нет неопределенного артикля, да. И вот здесь можем сказать, реагенты были помещены в сосуды и так далее, да. Вот. Третий вариант, да, вот когда мы точно указываем, какой у нас реагент, натрий и хлор, да, то поэтому понятно, что он определенный. Я говорю, the reagent, да, и так далее. Всегда есть возможность точного определения вновь впервые используемых существительных. Да, это несколько упрощает проблему использования артиклей. Ну и понятно, что уже встречавшиеся в тексте существительные используются уже с артиклем. Но есть, конечно, ряд более трудных существительных. Например, воздух, да. Нельзя сказать воздух с неопределенным артиклем, понимаете. Нужно как-то ограничить, сказать комната, в которой воздух, и воздух в комнате. Он, да, как известно, есть существительные, счетные, и те, которые нельзя сосчитать в языке, да. Поэтому неопределенный артикль с ними не используется, а определенный может, мы можем сказать, да, Вот воздух и вода на Земле, на планете Земля, мы ограничили объем нашей субстанции, да. Вот. Жизнь, например, тоже нельзя. Бывает и счетным, и не счетным. Потому что можно говорить о жизни вообще, а можно говорить о вашей, моей и так далее жизни, да. И можно тогда их посчитать. Поэтому некоторые существительные, да, они соответствуют двум разным концепциям, да. Например, рак вообще, да, вообще болезнь, понятие, да, нельзя посчитать. А есть вот конкретный рак, это случай рака у такого-то пациента. Соответственно, у вас может быть в больнице там пять раков, соответственно, да, можно это посчитать. Поэтому зависит зачастую использование артикля, используете ли вы это слово в значении, конкретный пример чего-то, или концепция вообще. Поэтому вот здесь у меня такой пример. И когда я говорю, в воздухе содержится три основных газа. Я не знаю, по-русски так прилично делать, три пальца поднимать. Вот. Первый из них это азот, да. Вот. А затем, а здесь уже другой пример, это на one, another и other, да. Так вот, в первом случае мы говорим one, во втором мы говорим another, и в третьем the other, да. И, значит, первый у нас это азот, второй кислород и третий CO2. Каждому ученому, который читает много научных статей, ему это все встречается, и у него глаз наметан на то, как используются эти местоимения для того, наилучшим образом, со смысловой точки зрения. Часто ошибаются, да, в, простите, it and they, да, слова заменители, когда мы не хотим повторять подлежащее, когда мы не хотим повторять какое-то слово, например, рак, мы пишем, да, мы не хотим все время повторять это слово, да, мы используем слова заменители. Заменители, it и they, да, it, вот мы сказали в предыдущем предложении рак, это одно из важнейших заболеваний, да, он широко распространен во всем мире и так далее, да. Опухоли могут возникать во всех органах тела, да, они являются причиной смертности. Затем рассмотрим the form and the letter respectively, это другие слова заменители, да, соответствуют русским. Первый, последний в грамматическом смысле, да, там где перечисление, и соответственно, вот, такие чуть более сложные слова, respectively, например, соответственно, позволяют нам сделать такую изысканную грамматическую конструкцию, с ней надо быть осторожным, чтобы элементы в последующем предложении соответствовали элементам в предыдущем, да. Например, вот у нас идет речь о том, что рак вызывает столько-то процентов какого-то эффекта, да, атеросклероз столько-то, Y-процентов, да, вот, и мы здесь говорим respectively, то есть соответственно, да, сперва мы перечислили рак и атеросклероз, а потом, а потом у нас идут соответствующие проценты, вот, и мы используем слово respectively, соответственно, в этом предложении. Это мы можем проиллюстрировать и в таблице, и в тексты, таким образом, нужно правильно связки в предложениях вставлять. Итак, мы говорим, что диабет вызывает такой-то Z процентов смертей, а соответствующие цифры для рака и атеросклероза составляют X и Y процентов. Теперь структура предложения. Ну, в основе своей, в основном, все наши предложения, хоть на английском, хоть на русском, хоть на китайском, имеют предложение, предложение состоит из подлежащего и сказующего. Там что, переводчик убежал? Нет, не убежал. У нас есть активный и пассивный залог, у нас есть, допустим, либо я показал, либо мне было показано, да, то есть, или нам показали активный и пассивный залог, используйте, как хотите, в зависимости от преференции, то есть, он показал или нам было показано. Но при этом держите стиля, допустим, удобно сказать, it has been shown, было показано, это на самом деле, это хорошо, но лучше указать, как бы, и год, допустим, в 2004 году было представлено, пользуйтесь прошедшим временем перфектом, в русском его нет, в английском есть, но это соотносимо с русским, с совершенно несовершенным видом. Обычные примеры используете простое прошедшее время в английском языке. Если же вы что-то такое говорите, допустим, всем известно, все представляют, нельзя сказать, как бы, это было известно. Получается, что тогда было известно, сейчас неизвестно. Вот, поэтому используется в настоящем времени. It was well known. Вот, если вы говорите, что это установлено, это одно дело. А если вы говорите, что это было установлено, тогда указывайте в каком году, допустим, в 2004 году. Вот, поэтому по возможности корректно указывайте грамматическое время. Вот существующие времена в английском языке, предпрошедшее, прошедшее, настоящее и будущее. И есть еще сослагательное наклонение, а потом все эти категории смешиваются вместе, и мы получаем сложную английскую грамматику. Мы поговорили о словаре, который использует научная статья. Мы говорили, что есть подлежащие сказуемые, у нас есть еще артикли. Вот, у вас склоняются еще и местоимения, вам сложнее в русском языке приходится. Ну, в любом случае, есть компоненты предложений во всех языках, и на простую структуру предложений нанизывается вот эта усложненная детализация. По определению в предложении есть подлежащие и сказуемого. Скажите, самое короткое предложение по-английски, как звучит? Ну, чтобы грамматика была верной. Мне, я, я есть, конечно. То есть, буквально три буквы. Я есть, я существую, я – это подлежащие, а м по-английски – есть. Даже короче не могу себе представить, только три буквы. Но, таким образом, в этом коротчайшем предложении я заявляю о своем существовании. А дальше могу добавить, я кто? Я есть англичанин. Вот, у нас возникает, таким образом, глагольная группа. Предложения по-английски, по-японски, по-русски всегда имеют сердцевину, вокруг которой наращиваются детали, предложение удлиняется и усложняется. Поскольку у нас тема рака, то мы знаем, что от рака умирают. Поэтому, значит, рак убивает, рак является заболеванием, рак вызывает смерть. В этом случае cancer causes death, death является прямым дополнением. А потом мы используем все уже названное. Еще у нас есть прямые дополнения, непрямые дополнения. Допустим, непрямое дополнение убивает сколько людей. Не будем уже так все усложнять, потому что структуру можно наращивать бесконечно. Вы понимаете, с чего складывается предложение. Чаще всего мы используем так называемые модификаторы. Рак убивает. Можно указать, какой рак. Рак матки, рак груди, рак альвеолы легких. Всем известно или хорошо известно, или считается, или описывается как. Вот это все, предикатная группа, глагольная. Когда глаголу для его уточнения дополняются разные модификаторы. И мы используем глагольные группы, группы существительных. Мы используем предложенные группы для того, чтобы нарастить предложение. Примеры все перед вами. Когда вы читаете статью на английском, посмотрите, как сконструировано предложение. И поймите для себя, какие проще вам понимать, а какие все-таки сложнее. Потому что вы хотите нарастить свой стиль и таким же образом выражать свои мысли для того, чтобы аудитория, читатель вас понимали. Вот учитесь на хорошем стиле, на хороших грамматических конструкциях. Очень часто используют вот такие конструкции, как наиболее распространенный, the most prevalent, допустим, самый распространенный рак в Азии, это такой-то рак. Используются глагольные группы, препозиционные, вот, допустим, когда указывается обстоятельством места или времени в 1950-х годах. И очень часто мы используем предложение, не ограничивающие типы. Допустим, рак в груди, запятая, наиболее распространенный среди женщин в таком-то регионе, запивая, которые оказались подвержены таким-то количеством, такого-то количества рентгенологических исследований в течение такого-то времени, запятая. Получается, у нас конструкция предложения позволяет наращивать его практически бесконечно. Конечно, если много таких предложений в тексте, то читатель потеряется. Это практически как читать по-немецки, когда для того, чтобы понять предложение, нужно добежать глазами до конца, где стоит глагол. Но если используются неограничительные предложения, то очень легко добавлять, как бусинка в бусинку, информацию в состав предложения. Но с другой стороны, вам ведь не нужны короткие предложения, допустим. Растет процент заболевания раком, раком в груди, точка. Особенно он распространен в таких-то регионах, точка. Особенно у женщин, которые находятся в таких-то возрастных группах, точка. Потому что такой язык звучит обрывочно. Вы хотите, чтобы людям было интересно читать ваш материал, где одна мысль логически вытекает из другой. И это целое искусство, как написать такую статью. Поэтому то же самое касается поиска до заголовка. Когда мы туда впихиваем максимум семантики, но при этом выбираем самые значимые слова, чтобы его не увеличивать. Пунктуация. Помните, что у нас используется только одна точка. Никогда после восклицательного или вопросительного звука не добавляется еще одна точка. И сначала остается точка, а потом закрываются кавычки. Но не оборот. Что у нас со временем? Еще дадите мне пять минут. А вот это вот, вы знаете, прекрасную концепцию о том, как идеи должны логически вытекать друг из друга для того, чтобы у вас было весомое доказательство, либо наоборот, чтобы вы могли опровергнуть чье-то доказательство или гипотезу. И, как правило, мы развиваем свою мысль, говоря по какой-то теме, подбираем доказательства и ведем это к определенному выводу по тему. Потом, если вы опровергаете, то тогда, наоборот, показываете доказательства против аргумента и даете новые доказательства, которые отвечают на ваши вопросы и дают вывод. Мы говорим о том, что должны быть связки от одной подгруппы к другой подгруппе до тех пор, пока вы не исчерпаете все средства объяснения того, как именно обнаруженные ваши данные вписываются в существующую на эту тему литературу. И новая тема в статье может по-разному вводиться. Допустим, можно сказать, в отношении чего-то, в связи с тем-то, согласно того-то, в контексте этого. А вот теперь, рассмотрев определенную зону, вы используете другую связочку для того, чтобы перейти к новой теме. Вы говорите, допустим, в свете последних быстрорастущих смертностей по такому-то заболеванию, вот хотелось бы рассмотреть такую-то тему. Дальше связка. В связи с этим, вот это слово ZFU является очень важным, потому что вы показываете, как это связано с тем, что вы дальше собираетесь сказать. Вот в контексте того, что показывают данные по Японии, и, допустим, вы говорите, мы показываем то-то и то-то. А вот, допустим, в Молдавии происходит такой процесс. А потом возвращаетесь, допустим, вы говорите, однако есть результаты, которые показывают, что ситуация гораздо сложнее, и поэтому нам нужно посмотреть на другие объяснения для того, чтобы выстроить более полную и точную картину исследуемой области. Поэтому такие слова, как однако, however, в контрасте, in contrast, допустим, в Индии процента арака, толстые кишки совсем невысок, и так далее. Тем не менее, в противоречии с этим, или неожиданно, unexpectedly, вы показываете таким образом сигнал, даете читателю, что дальше будут данные парадоксальны, и привлекая его внимание для того, чтобы все это делается, чтобы им были доступнее и понятнее объяснения результатов вашего исследования. Так вот, если вы хотите достичь успеха в коммуникации, во-первых, нужно найти серьезный журнал, в котором согласятся взять вашу статью. Вы можете пообщаться с коллегами, которые дадут рецензию на вашу статью, но для этого, конечно, необходимо сначала исследование правильно провести, с надлежащей методологией, с правильной статистикой, и с правильным применением тех лингвистических приемов, как бы, не обязательно те, которые я объяснял, но для того, чтобы наработанные вами материалы и результаты не пропали даром, а были правильно представлены в структуре английского языка, и чтобы для читателя была понятна связная картинка, потому что именно на это обращает внимание редактор и цензор. Огромное спасибо за внимание. Если вы хотите со мной связаться, вот, пожалуйста, мой адрес на yahoo.com. Я был главным редактором уже много лет, 15 лет был редактором одного научного журнала, но мы столкнулись с сложной ситуацией, и мне как-то немного надоело работать редактором. Я заинтересовался другими направлениями, и поэтому доктор Масави сейчас возьмет на себя функции главного редактора. Он, может быть, завтра будет выступать. Если вы зайдете на APOCP-конференцию Азиатско-Тихоокеанского региона, доктор Масави будет выступать, наверное, с планами на будущее. И мы надеемся, что с господином представителем Казахстана, доктором Нурбеком, и с московскими коллегами, с санкт-петербургскими и другими регионами, институтами, мы сможем провести аналогичные семинары, может быть, раз в год, а может быть, чаще, регулярно, для того, чтобы... Мы знаем, что одного учебного семинара на такую тему совсем недостаточно для того, чтобы люди поняли, как писать статьи на английском языке. Но мы надеемся, что вы, попробовав правильно писать статьи, этот опыт дальше распространите, для того, чтобы и русскоговорящие... Статьи русскоговорящих авторов попадали в хорошие научные журналы. Вот те, кто по каким-то причинам, может быть, финансам, может быть, образовательным, не могут-то сами написать статью, то привлекайте редакторов. Но мы надеемся, что, в общем, в итоге вы научитесь сами писать статьи, которые будут принимать к публикации. Поэтому огромное спасибо за внимание. Надеюсь, что нам удастся посотрудничать. Продолжаем. Мы ученые. Дайте мне любую тему. Таблицы, цифры, и мы с вами будем говорить на одном языке, потому что это язык ученых. К сожалению, докладчик не пользуется микрофоном, в кабине плохо слышно. Поскольку ученые оперируют методологией, как я уже сказала, у вас должен всегда стоять главный исследовательский вопрос, потому что в конкретной статье вы отвечаете на один вопрос. Хотите, предложите какой-то исследовательский вопрос, и мы попытаемся сконструировать статью. Никто не хочет предложить вопрос? Не верю. У меня есть сразу несколько. Дайте, пожалуйста, пример синонимов предложению или глаголу «induce» вызвать. Допустим, ввести энзим, ввести фермент. Дело в том, что это слово «induce», оно многозначное. Если вы говорите «запустить индукцию» в научном смысле, это… Докладчик опять не пользуется микрофоном, простите. По сути, «induce» – это значит побуждать, склонять, убедить, вызвать, увеличить. Но на самом деле это слово можно превратить в существительный «inducement», получается стимуляция. Допустим, платите мне больше, и тогда я буду работать лучше. Слово такое многозначное. Но когда вы говорите о введении ферментов, это значит дать жизнь чему-то, что раньше не существовало. А, допустим, «upstream», слово «upstream» и «induction» – это разные слова или одно и то же? Нет, ни в коем случае. Потому что «upstream»… Сразу мы думаем про речку, стрим, река, потока. Но мы еще думаем о метаболическом пути, о сигналах, то есть где расположено выше, ниже. Поскольку у нас есть путь, он похож на реку. И мы думаем, «upstream» – это значит вверх по течению, «downstream» – это вниз по течению. А «coststream» – это вообще маленькая речка. Хорошо. Следующий вопрос. Очень много журналов сейчас требуют особый перевод от крупных компаний, чтобы перевод был сделан квалифицированной переводческой компанией. На самом деле нет. Не всегда. На самом деле просто они хотят гарантии от компании, которая проверила ваш английский. Я об этом не упомянул, но это нужно учитывать, когда вы решаете, какой журнал выбрать. Вот, допустим, наш журнал, AACOP, мы, в общем-то, мы такого не требуем, потому что я сам не смогу написать ни по-русски, ни по-китайски. Поэтому наши условия входа проще. И поэтому у нас есть редактор, допустим, либо я, это родной язык английский. И я проверяю, чтобы все тезисы были правильно написаны на правильном английском. Но я не могу сделать это для всей статьи. Слишком большая работа. Поэтому лично я даже не считаю, что это важно. Главное, чтобы исследование было правильно сделано, спроектировано, чтобы таблицы, графики были чётко понятны. То есть меня не интересует совершенство грамматики. Но, к сожалению, есть масса других журналов, особенно на Западе, которые слишком много внимания удаляют таким незначительным для науки вещам. Но большинство журналов примут ваши публикации. Обращайтесь к друзьям, они отредактируют. Есть хорошие иранские, индийские журналы. По сути, вот те журналы, которые издаются в Азии, более положительно относятся к вашим опытам. Но бывает так, что вам нужно опубликоваться в конкретном журнале. Но здесь вопрос тогда вмешивается политика. Конечно, я такие курсы очень много проводила. В Таиланде, во Вьетнаме, в многих других странах на разные темы. На самом деле, очень сложно дать пример, который бы устроил всех. Но я пытаюсь давать очень такие общие примеры. А потом, когда мы переходим на уровень деталей, то тогда уже тут специфика исследования проявляется. Ну, хорошо. Например, мы возьмем... Для рак толстой кишки... Не, подождите, подождите, не надо три статьи одновременно писать. Давайте мы эту допишем сперва. Понимаете, я не очень хорошо играю в шахматы, не очень... Давайте мы вернемся, да, к вашему примеру. Но мы еще не докрутили наш рак груди. Еще не приняли к публикации, да. Мы только вводную часть написали, да. Вот. Так вот, нужно... Я думаю, хорошо, если вы делаете замески. Вопрос в том, есть ли что-то еще, о чем нужно нам подумать. Да, по методологии. Да, она тоже описывается в введении. Вам нужно рассказать о методологии, что ПЦР, это широко распространенная методика анализа здесь. Вы говорите, опять же, даете ссылки. О чем еще надо? Ну, вы почитаете, понятно, еще же статьи других, и вы узнаете, что важно еще из них, да. Затем, значит, у вас все, значит, люминальные тип А. А потом, если у нас критерии для включения и исключения, какие они? Кого вы не берете, например, в это исследование? Подумайте, кого мы не берем. Ну, вроде бы, неважно здесь. Вы же говорите, что статус зависимости от возраста нет. Если есть зависимость от возраста, то, конечно, у нас критерий должен быть возраст такой-то, такой-то, как критерий включения. Вот это, ну, принимать во внимание это нужно. Так, сопутствующее заболевание может быть. Например, диабет. Но об этом нужно говорить только в случае, если в литературе было показано, что такая-то сопутствующая патология влияет, да. И мне кажется, что нет каких-то, да, исследований, которые бы это показали. Ну, проверить надо в вашем случае, да. Но поскольку вы не делаете долгосрочного контроля, то это не очень важно, да. А если бы вы делали, то это было бы важно, потому что многие бы пациенты умерли от других причин. Это было бы важно посчитать. Хорошо, мы, значит, набрали свои данные, набрали статистику, посмотрели экспрессию. Экспрессию, возможно, у нас, может быть, просто проявлено, не проявлено, а может быть, несколько уровней, да, экспрессии мы обнаружим. Хорошо. Мы это, значит, сделали. Мужчин не будет у нас в этой группе. Нет. Теренционно-сексуальная дискриминация. Хорошо. Ну, здесь, ну, у мужчин, как вы знаете, тоже бывает, да, на самом деле, рак груди намного реже, но характеристики такие же у него, конечно. Но, опять же, да, это может быть какой-то фактор, который нам испортит данные, поэтому, хорошо, мы ограничились, что только женщины. Мы посмотрели какая-то, чтобы было, может быть, ровное распределение по возрасту. И, мне кажется, таблицы здесь не нужны для этого исследования. Некоторые журналы говорят, не больше трех таблиц. И на общую информацию не обязательно расходовать эту таблицу. Значит, мы делаем описание нашей выборки и делаем таблицу, в которой у нас идут раки на ранней и поздней стадии. И, я думаю, зависит, на самом деле, сколько у вас случаев, да, достаточно ли, если у вас большой институт, например, то можно не только взять люминальный А. Ну, вот, например, если в Китае, например, это большое институт, в Тяньзине, например, там есть 300 случаев таких в год. А если у вас маленькое население, с которыми вы работаете, то, может быть, вам, можно будет сравнить, да, с другим типом. Итак, у нас вот таблица результатов, где уровни экспрессии и, да, по опухоли и по контрольной ткани. И дальше разбивочка и итоговая колонка, где показатель значимости. Все, написали результаты, готовы, очень быстро. Дальше раздел дискуссия статьи. И что мы говорим? И мы говорим, что неожиданно у русских женщин не выявлено избыточной экспрессии, да, МРНК? Не, нет, конечно, так, наверное, не будет. Значит, мы выяснили, что в нашей группе есть повышение экспрессии определенных МРНК, так, как мы и ожидали, в соответствии с литературой. Здесь несколько цитат. Но, однако, мы обнаружили, что профили наших МРНК отличаются от того, что было показано в литературе ранее. И затем нужно, конечно, сказать, есть ли повышение экспрессии в обычной ткани и коррелирует ли это как-то. Да, это будет, например, первый абзац вашей раздела дискуссия. И в заключение, да, вы говорите о том, как это влияет на прогноз, как это связано с деятельностью по прогнозированию. Затем во втором абзаце мы смотрим... Я думаю, есть много обзоров по этой области, поскольку МРНК – это большое поле. И вы говорите, ну, в целом ситуация такая-то, и были показаны различия в связи с такими-то факторами, или не было показано, будь то возраст, национальность и так далее. Это уже во втором абзаце идет. В третьем абзаце вы концентрируетесь уже на конкретном типе МРНК. Дальше второй тип. Что еще? Какие еще, может быть, факторы мы забыли? Каковы преимущества и недостатки нашей методики? Да, если это большое исследование с большим числом пациентов, то вы скажете, ну вот, здорово, что мы посмотрели на большую, относительно гомогенную группу пациентов, и все они были диагностированы теми же врачами, соответственно, возможная вариация, связанная с разными диагностическими процедурами, не повлияла на нашу выборку. Какие еще могут быть преимущества? Мы использовали надежную методику, например, да? Так же можно это сказать. Если действительно все так, то мы, не знаю, какую-то 262 МРНК, 78-ю, неважно. И мы говорим, мы показали, что повышение экспрессии связано с развитием рака. Также есть связь между уровнем экспрессии и стадией рака. Это о последнем нашем абзаце, дискуссии. Мы повторим, да, что МРНК имеет высокий потенциал для использования как прогностический показатель в клинической практике. Однако, для того, чтобы валидировать это заключение, необходимо, может быть, сделать более долгий контроль или больше пациентов, да, и других пациентов. Вот куда вы пошлете такую статью? В какой журнал? Журнал Nature. Не уверен, что вот это подходит. Ну, посмотрим. Журнал Cancer Research. Для такой статьи. Если бы я был американец, я бы отправил в журнал Cancer Epidemiology. И вы тоже не из Америки, правильно? Ну, вот. Такую статью примут много журналов, да. Например, журнал клинической онкологии Японский вариант, например, мне кажется, им это подходит по профилю. Какие-то вопросы есть у нас в связи с нашей, этой статьей? Давайте мы сейчас, есть нас временно, вторую статью. Давайте тогда мы сейчас займемся кишечным раком, да, второй статьи. Калоректальный рак. Калоректальный рак с инвазией в желчный, в мочевой пузырь, простите. И в этом случае мы сделали резекцию мочевого пузыря. И при этом не проводили экзонтерацию. То есть, вы говорите о хирургическом вмешании. Вмешательство это будет статья на хирургическую тему. Да. Первый вопрос касается контрольной группы. Какую мне включать в свое исследование? Поскольку есть несколько примеров. Допустим, первая группа – это пациенты, скажем, с колоректальным раком без инвазии, с ТИФО, с Т4. Либо другая группа – это с проникновением в мочевой пузырь у этих рак, и пациенты получают экзонтерацию. Давайте сформируем основной вопрос исследовательский. То есть, допустим, в этом случае вы убрали рак простаты, но во всех хирургическим путем, но при этом произошло проникновение в мочевой пузырь. Вы используете разные хирургические методы? Нет. Разные. Сформулируете основной, ключевой. Исследовательский вопрос. Вы хотите сравнить преимущества и недостатки одного хирургического метода в сопоставлении с другим? Моя исследовательская группа смотрит на пациентов с резекцией части мочевого пузыря. Мы на эту категорию смотрим. А вопрос создаем, какую контрольную группу использовать. То есть, вы говорите, одна группа с резекцией, другая без резекции. Тогда контрольная будет та, что без резекции. А экспериментальная – те, где проведена резекция. Второй пример. Это исследовательская группа та же самая, та же. А контрольная – это экзонтерация. Это более продвинутый хирургический метод. То есть, у вас групп будет три? Нет, хотите, будет три группы. Я на самом деле не хирург. Начнем с этого. Поэтому я даже не могу сказать, на что это будет похоже. Можно там… Возонтерация или как вы это называете? Вот вы говорите, есть резекция, а есть что-то другое. Вы называете экзонтерация, я не совсем понимаю, что это такое. Вот я по одну понял, по одну понял резекция, а вторую, как вы называете по-английски? Назовите ее. Резекция? Это я понимаю, резекция просто удалили, отрезали, частично. А что такое экзонтерация? А, это когда целиком удаляется мочевой. Вот теперь мы говорим по-английски, полное удаление. Тогда три группы, получается, пусть будет три, потому что у нас есть вообще без резекции. Это первая группа. Вторая. Моя группа с резекцией – это моя исследовательская группа, экспериментальная. То есть одна группа, в которой частичная резекция, а вторая, где полностью орган удален. Получается, у вас две группы. Тогда контрольная – это там, где частичное удаление выполнено. Объясните, зачем проводится исследование? Цель какая? Потому что при удалении мочевого пузыря человек испытывает большее ограничение в качестве жизни и более серьезные последствия. То есть получается то же самое, как и с частичным, либо полным удалением груди у женщин. Есть, конечно, преимущество у частичного удавления доли груди по сравнению с полной мастэктомией. Да, в том числе и осложнение, и качество жизни. Мне кажется, тут все просто. Я надеюсь, что частичное удаление органа может сопоставляться с полным удавлением у колоректальных пациентов, если мы сравниваем качество жизни и последствия такой операции. Я понимаю, что в этом случае у вас все пережили какую-то резекцию. Колоректальные пациенты… Вы делите по группам? Вторая, третья стадия? Нет, мы только смотрим на Т4. То есть, соответственно, в всех случаях будет Т4. По сути, вы в статье заявляете, что в хирургическом мире мы пытаемся… В хирургии мы пытаемся… Во хирургическом контроле колоректального рака. Мы можем сказать, что это один из тех раков, видов рака, который легко и быстро обнаруживается. И поэтому можно провести частичную резекцию для удаления первичной опухоли и обеспечить низкую инвазию, проницаемость опухоли. В этом случае нет метастазов в печень. Нет, мы говорим… Потому что есть уже метастазы в печень, если, допустим, есть, то тогда уже все, что касается хирургических мистерств, это палеоативная помощь. То есть, получается… А, теперь я вас понял, это не лечебная хирургия, а палеоативная в вашем случае? Нет, нет, Т4 не связана со стадией. Что-то я потерял мысль. То есть, мы говорим о ранней стадии. Это на самом-то просто тип инвазии, который называется Т4. Когда вы работаете с группой, вы должны понимать, что в группе мало хирургов, поэтому нужно говорить языком, понятным всем. Поэтому понятно. В этом случае у нас ранние стадии. Мы даже не касаемся проблемы метастазов, поскольку метастазирование начинается только на второй и третьей стадии. Понятно. То есть, получается, мы не ожидаем смертности пациентов через неделю, через две. Заголовок какой будет? Наверное, нужно обознать тот факт, что частичная резекция является жизненной альтернативой полному удалению для пациентов с колоректальным раком типа Т4. Вы начинаете с того, что описываете важность колоректального рака, допустим, для пациентов России. Вы говорите, что этот тип заболевания растет. И в связи с тем, что больше активнее используется программа скрининга, явно выявляется гораздо раньше. Нужно понять наиболее удобные способы лечения этих случаев. Естественно, при возможности мы проводим резекцию не только самой опухоли, но и лимфатических узлов, и в том числе при местном проникновении в мочевой пузырь. Делается определенная резекция. Есть разные, наверное, хирургические подходы. Если так, дальше вы пишете, что вот подход типа А, типа Б, допустим, в Европе, в Японии. И вот в этом вступлении вы должны будете эти техники обозначить, так сказать, хирургические методы, которые в основном используются. И мы, дальше пишите, мы решили сначала делать ссылки на все используемые методы, а далее говорите преимущество того метода, который вы избрали. Следующий параграф. Надо сразу подумать, какие случаи вы выведете за рамки исследования. А для этого обозначьте критерии исключения, то есть какие пациенты не включаются. Ответ. С метастазами, пациентам с метастазами. Значит, без метастаз. Может быть, сочетанные заболевания тоже являются критерием исключения. Допустим, они влияют сильно на прогноз. Какая у вас точка выхода? Эндпоинт. Пятилетняя выживаемость, наверное. И, может быть, местные рецидивы. Мне кажется, местные рецидивы гораздо проще отследить, чем пятилетнюю выжимаясь, потому что тогда рамки исследования становятся слишком длительными. А я говорю о ретроспективном исследовании кейс-контрол с контрольной группой. Ах, вот оно как. Ну, хорошо, пусть будет так. Тогда, на самом деле, все упрощается. То есть у вас есть уже отслеживаемые, наблюдаемые случаи. Но если я себя правильно представляю, если мы говорим о полной систектомии, то есть из-за удаления, допустим, пять лет это проводилось, а сейчас мы уже вводим технику частичного удаления. Нет, на самом деле, во время кололектального рака мы никогда не проводили полного удаления. Я просто опираюсь на мировую литературу, но на самом деле сразу же Центрс вас будет пытать насчет показаний для полной и частичной резекции, потому что это влияет на то, насколько гомогенной является ваша пациентская популяция. И это, конечно, влияет и на рецидивы, и на выживаемость. То есть, как правило, еще создается и моральная такая дилемма, почему вот для этого пациента выбирается такой метод, а для этого другой. Это зависит от хирурга, да? Тогда это нужно обозначить, если это так, то нужно прописать во вступлении, потому что в нашей больнице, допустим, вы говорите, плюс еще в литературе пока еще непонятно, пишите вы, насколько частичная резекция является действительно равнозначно эффективной по сравнению с полной резекцией. То есть, это нужно обозначить, что вы проштудировали литературу, связанную с этой темой, и вот обозначить, что пока нет информации, насколько эффективнее является частичная резекция по сравнению с полной. Соответственно, мы занимаемся таким исследовательским вопросом. Дальше рассмотрите на сочетанные заболевания, допустим, еще один критерий – это размер опухоли. Надо вот тут креативно подойти и представить себе дополнительные факторы, которые следует учитывать при формировании группы. Ну, подскажите, что еще можно. Но вы же понимаете, статья за один день не пишется, может быть, даже за два дня. Вы знакомитесь с литературой, проводите исследования того, что уже другие ученые написали. Указываете все те сопутствующие факторы, которые вы учли. Говорите, что все это – пациенты категории Т4, какой возраст. Я думаю, что, наверное, возраст окажет влияние на выживаемость. Потом указываете метод применяемый. Включаются все пациенты с категории Т4, исключаются метцестазирующие пациенты, включаются до определенного возраста. Дальше обязательно нужно описать хирургическую операцию. Если она уже описана в других источниках, вы просто делаете цитату, ссылку. На какие-то вторичные факторы мы будем смотреть? На время операции, на количество кровопотери. Обычно стандартно хирурги на это обращают внимание. Получается, тут вторая линия факторов. Вы хотите посмотреть на рецидивы, на уровень рецидивов. Может быть, еще посмотреть на уровень удовлетворенности самого пациента. Много здесь таких подкатегорий в разделе «Результаты». Ну, естественно, нас интересует и выживаемость, если у вас исследование типа «Кейс-контрол». Будете собеседование проводить с пациентами, чтобы узнать уровень удовлетворенности, проведенным лечением? Либо же ограничитесь источниками. Нет, мы будем смотреть на качество жизни. Звучит ответ. То есть у вас ретроспективное исследование типа «Кейс-контрол», контрольная группа и группа заболевших. А как вы будете отбирать людей на исследование? Мы будем смотреть на пациентскую карточку. Там есть адрес. А, то есть будете обираться на базы данных о регистратуре своей больницы? Да. И будете их обзванивать, да? Тогда это уже не троспективное исследование типа «Кейс-контрол». Это уже наблюдение за когортой. То есть, по сути, вы отслеживаете, что происходит с когортой и смотрите на результаты. Вы будете смотреть, что у нас происходит – смерть, рецидив, и ретроспективно на это смотрите. И потом возвращаетесь назад к проведенному лечению и посмотрите, что произошло с теми, что было проведено тем, кто умер, и тем, кто не умер. Как раз мы уже говорили. Для правильного исследования «Кейс-контрол» необходима контрольная группа и группа пролеченных. И при этом необходимо наличие ретроспективных зданий. У вас есть группа исследуемых – это люди, которые уже погибли. И есть контроли, которые живы. Может быть, после обеда. Может быть, вы все не понимаете, что я говорю по-английски. Вы прекрасный пример привели. Может быть, после обеда мы эти аспекты посмотрим на то, как правильно формировать исследование. Что значит дизайн исследования и потом, как это грамотно донести на бумаге. То есть у нас есть пациенты погибшие, и потом мы раскручиваем их анамнез в обратную сторону. Смотрим, процент умерших выше при полном удалении органа или при частичном. Это получается так называемый «нестед кейс-контрол». Есть когорта всех людей, переживших такое оперативное вмешательство. Это когорта, поскольку у вас есть информация о них в базе данных в больнице. И дальше либо рецидив, либо смерть. И по сути, это и есть реальный результат лечения. И вот это вот в этом рамках гнездового исследования вы отматываете календарь назад и смотрите, какое лечение было приведено. Но позвольте еще раз сказать, что посмотрев на литературу, вы посмотрите, какие уже дизайны, проекты, исследования другие ученые применяли. Мы посмотрим на профилактическое лечение, опираясь на карты пациентов. Очень хорошо. Еще какие могут быть искажающие факторы? Искажающие частоту исследований. Химиотерапия. Смотрите на это, нет? Да, будем. Мне кажется, важно для местных рецидивов. То есть получается, когда схема терапии будет одним их искажающих, так сказать, отягощающих факторов. То есть еще один момент разделения на подгруппы. В рамках ваших главных групп, которые касаются частичного и полного удаления, у вас будет еще подгруппы с химиотерапией, без химиотерапии, с радиолучевой терапией, без лучевой терапии. Это очень стандартный подход. И вы смотрите на аналогичные исследования в литературе, на их результаты. Получается, что вы просто смотрите на такой реестр смертей от колоректального рака. И вы там можете посмотреть, что в смысле когортного исследования, что в смысле гнездового исследования. Я подразумеваю, что это достаточно будет простая статья, опирающаяся на статистику. Результаты вполне понятны. Вы надеетесь, что придете к результатам, которые прогнозируете, что, допустим, половина пропорционально смертей, допустим, была вызвана частичной резекцией, половина полным удалением. Отсюда вы сделаете выводов. Или наоборот, чем менее инвазивна, чем менее обширна является операция, то тем лучше для пациента. И познакомившись с литературой, вы, наверное, вообще увидите, что вообще малоинвазивные операции с удалением, допустим, лимфоузлов, характерные для других органов, показывают лучшие результаты. Но я постоянно обращаюсь в ПАБМЕД. Постоянно. Как только у меня какой-то вопрос, я сразу же смотрю, а что другие на эту тему. Есть ли какие-то ссылки, какая-то информация. Через два-три дня у вас будет уже целый список всех ссылок и статей, на которые нужно обратить внимание при подготовке своего исследования. Что со временем? Почти нет, не осталось. Хочу поблагодарить вас за организацию семинара. Может, какие-то есть предложения или вопросы у слушателей? Что значит смертность в послеоперационном периоде? Это от осложнений, от возобновления заболевания. Имеются любые негативные изменения. Либо вместе с заболеванием, либо после операции. Послеоперационные осложнения. Может быть, в результате хирургического внешения. То есть, вообще, сочетанность означает очень широкий спектр. Антон, что-то хотите сказать? К сожалению, мой Macintosh нельзя подсоединить к системе, поэтому я ничего не могу показать на экране. Но сейчас же как-то поздно, даже если у вас есть переходник. Если бы у нас была маленькая группа, получается, просто такие диаметральные интересы. Кто-то колоректальным раком интересуется, кто-то раком груди. И нам нужно найти какой-то общий участок, где мы можем составить и проупражняться. Но, по сути, вы поняли структуру упражнения, а дальше уже тренируетесь в собственном научном поле. Антон постоянно мне говорит, что нужно в будущем аналогичные курсы проводить. Тогда у нас группа будет и поменьше. Можем сесть за столом и реально выполнять такие упражнения. Я всегда говорю, обращайтесь в ПАБМЕД, где вы получите необходимую информацию. Потому что у вас есть собственные материалы, собственные методы. И ПАБМЕД тот источник, который поможет вам правильно сформировать дизайн исследования. Потому что вот ошибки в дизайне, что называется, в покрое, уже не переделать. Время закончилось? У нас уже 3.10. Я могу, знаете, говорить без остановки. Поэтому, если хотите на другую область посмотреть, то... Может быть, более подробно остановиться на разнице между прогностическим фокусом и диагностическим. Потому что я читаю как российские, так и английские статьи, где говорится о каких-то инструментах для прогностики или диагностики. Но мне кажется, что содержание не соответствует названию. И вот я хочу уточнить эту разницу. Но мне кажется, на самом деле, здесь три термина, которые нужно различать. Диагностика, диагностический. В том, что касается... Грубо говоря, нужно выявить, есть ли повреждения или нет. Потом есть дифференциальная диагностика. Это у нас опухоль вида А или вида Б, да? И это самые, может быть, важные диагностические подходы. Что касается прогноза, да, то речь должна идти о том, что мы уже известно, с чем мы работаем, да? Нам нужно понять, какие факторы определяют дальнейшую жизнеспособность пациента, течение болезни и так далее. В литературе бывает действительно, да, размывание границы между этими областями. Хотя здесь, вроде бы, все очевидно, да, диагностика этот период до установления окончательного характера повреждения, да, прогноз тоже.